Здравствуйте! Сегодня у нас в студии министр финансов Ульяновской области Екатерина Владимировна Буцкая, министр искусства и культурной политики Ульяновской области Татьяна Александровна Ившина и глава муниципального образования Ульяновский район Маргарита Константиновна Архипова. И тема нашего и тема нашего разговора проект поддержки местных инициатив, который реализуется в Ульяновской области вот же второй год и курирует его непосредственно министерство финансов. Поэтому собственно и начнем мы с вопроса Екатерине Владимировне. Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Ну в двух, наверное, она вряд ли получится. Ну а как можно? Короче, суть проекта поддержки местных инициатив. Ну данный проект у нас, как вы уже озвучили, действительно реализуется второй год. Начали мы непосредственно всю нормативную правовую базу подготавливать в 2014 году. И всю работу и выезды, и семинары, проведение семинаров непосредственно с населением поселений. И подготовка для реализации этого проекта была уже начата в июне-июле 2014 года. И уже где-то в ноябре-декабре были уже разработаны конкурсные проекты на 2015 год. И такая же работа продолжается уже в 2016 году. Суть проекта заключается в том, чтобы вовлечь именно население в реализации приоритетных проектов для поселения. То есть то, что важно именно самому населению. И здесь вовлеченность населения – это очень важный момент. Поэтому данный проект предусматривает, конечно, прежде всего определение приоритетности. То, что необходимо для самого населения в том или ином поселении. Кроме того, этот проект отличается тем, что он очень укороченный по срокам. То есть его можно реализовать за 2-3 месяца. И в течение этого года, то есть в течение одного года, то есть он не такой крупный проект, который затрагивает долгосрочные прогнозы, а именно такой вот проект, который можно реализовать именно в течение года. Реализация проекта, сумма проекта составляет до 2 миллионов рублей. И нужно сказать, что большая работа населением проводится именно когда проводится собрание жителей, когда определяется приоритетность этого проекта. И только именно общим количеством голосов можно будет понять, какой проект нужно реализовать. Выбирается инициативная группа. Инициативная группа обычно состоит из 5-6 человек. Для чего нужна эта инициативная группа именно от населения? Для того, чтобы данная инициативная группа контролировала реализацию этого проекта, как с самого начала, так и до самого его завершения. Это очень важно, потому что здесь население само видит, насколько качественно ведутся работы, насколько качественно действительно подходит та подрядная организация, которая осуществляет эти работы и контролирует до самого его завершения. Кроме того, нужно отметить, что здесь очень важно, что население, кроме непосредственно средств, которые собирается население, оно может вкладывать и своим трудом. То есть просто очистить помещение, вывести мусор, то есть оказать такую общую поддержку и таким образом всем миром решить ту или иную проблему. И мне хочется сказать, что от населения сумма выбрана очень небольшая, то есть всего 5%. Основная часть идет у нас средства областного бюджета, 10% средства местного бюджета и 5% это средства от населения. Если вот просто для примера взять, например, ремонт клуба в стоимости полтора миллиона рублей на 3 тысячи населения, это составит сбор от населения 75 тысяч. То есть с каждого человека сумма составит 25 рублей. То есть мы видим, что вот с одной стороны такая небольшая нагрузка, она позволяет решить целую проблему ремонт клуба, то, что непосредственно в основном на селе востребовано, то, что требуется на сегодняшний день. Но мне хотелось бы отметить, что у нас в 2015 году мы реализовали 13 проектов, было подготовлено 47 проектов, при этом 23 тысячи населения участвовало в этих общих собраниях и было 285 человек вот этих активных, инициативных, которые входили в инициативные группы. И при этом были выделены средства на реализацию проектов, в целом 15 миллионов, из них 8 миллионов за счет средств областного бюджета, значит, за счет средств местных бюджетов 3,5 миллиона и за счет средств населения 2,1 миллиона. При этом это фактически сложившиеся средства. Как мы говорим, что по факту даже средства бывают больше вложены, чем действительно предусмотрено софинансирование по порядку реализации этих проектов. Очень большую помощь оказывают юридические лица, при этом это не обязательно, это не прописано условиями софинансирования, но когда непосредственно уже организации и индивидуальные предприниматели видят, что население вкладывается в тот или иной проект, а это в основном благоустройство, ремонт дорог, ремонт водопроводов, то, конечно же, непосредственно и не могут в стороне остаться те юридические лица, которые находятся на этой территории. Они также облагораживают территорию, они помогают и в целом, конечно же, сумма выходит гораздо больше. Что хотелось бы мне еще отметить, что очень важно, почему важно население и вклад населения. Пусть вот 5 процентов, небольшая сумма, но чтобы именно была от населения, потому что мы знаем, что если мы сами вложим вот в эту скамеечку какую-то свою копейку, мы не позволим завтра кому-то сломать эту скамейку. Поэтому вот здесь вот этот вклад от населения, он очень важен, потому что здесь потом и контроль за тем или иным проектом, за тем или иным объектом, который уже будет построен и будет введен в эксплуатацию, уже не позволит сломать все, что сделано совместно, то, что сделано именно вот таким совместным трудом. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что нас очень порадовало, что именно само население выступает такими инициаторами. Вот даже в 15-м году буквально, значит, очень активный житель села Чертановка, спешницкого сельского поселения Кузнецов Вячеслав Борисович, он просто прочитал объявление в газете по данному конкурсу, обратился в конкурсную комиссию, определился, собрал активных жителей, определился, какие необходимы документы, и вместе они решили и подали на конкурс проект под девизом «Мы живем, надо воду в каждый дом». И этот проект в 15-м году был самым первым реализован, потому что настолько была именно инициатива от самих жителей. Мы видим, что вот эта активность, она на сегодняшний день очень возрастает. Мы видим, что желание жителей увеличить и участвовать в конкурсе по тем иным проектам, она действительно возрастает. И если вот мы буквально в 15-м году выделяли 8 миллионов из областного бюджета, в этом году уже 62 миллиона, да, то есть практически в 5 раз больше, значит, и уже на 17-й год мы планируем более 100 миллионов, то есть мы видим, что это востребовано, и мы видим, что в очень короткие сроки появляется водовод, появляется новый дом культуры, появляются парки, скверы, то есть настолько те объекты, и мы видим конкретные результаты, а самое главное, их видят жители, эти результаты видят жители. И когда виден результат, то есть вот определенная вера в то, что можно и дальше участвовать в этом, и можно и дальше вот так вот всем миром решать такие наболевшие проблемы, которые есть на селе. Вот такая вот суть проблемы, может быть, я не... суть проекта, может быть, немножко долго, но... Ясно, ясно. Нет, 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 а все хорошо, Екатерина Владимировна. Значит, мы с уверенностью можем вести речь о том, что идея поддержки местных инициатив в области состоялась. Да, мы считаем, что она состоялась. Кроме того, у нас приезжал Всемирный банк, который непосредственно курирует данные проекты, и многие регионы непосредственно со Всемирным банком реализуют, а мы реализовали его сами, и Всемирный банк удивлялся, как мы могли все это сами реализовать, поэтому оценка Всемирного банка на отлично, и мы считаем, что мы будем и дальше действовать в этом направлении. А вот скажите, скажите, пожалуйста, а не бывает ли некой обиды у тех инициаторов, чьи проекты, а по каким-то причинам они прошли конкурсный отбор? Конечно, конкурс есть конкурс. Всегда тот, кто не прошел конкурс, есть определенные, конечно, как бы сожаления о том, что в этом году не смогли участвовать, но мы говорим о том, что было недоработано в их документах, что было недоделано, что именно повлияло, почему не смогли они пройти конкурс, и данные проекты выходят и потом уже на следующий год, то есть они дорабатывают, не теряется, в общем-то, и заинтересованность жителей, и, пожалуйста, вы можете дальше участвовать в этих проектах в следующем конкурсе, и уже зная, какие недоработки есть, то я думаю, что это реально их возможность стать победителями уже в следующем конкурсе. Тем более, что, в общем-то, мы постоянно как бы совершенствуем, вносим изменения в порядок проведения, и стараемся, чтобы у нас как бы охватить большее количество населения. Вот только за 15-й год у нас 63 тысячи человек стали благополучателями по реализации этих проектов, и, в принципе, охват населения, он все больше растет и растет. Больше всего, конечно, основной критерий в конкурсе, когда вот этот проект реализуется, насколько оно больше охватит население. Чем больше охват населения затронет вот реализация того иного проекта, это уже определенно высокий балл вот при участии в конкурсе. Спасибо. Как показывает двухлетний опыт реализации поддержки местных инициатив, наверное, на первом месте находятся объекты и памятники культуры. И поэтому я хочу предоставить слово Татьяне Александровне, которая вот чуть-чуть более подробно остановится на этой немного более узкой проблематике. Спасибо большое. Я думаю, что если бы этот проект стартовал лет 10 тому назад, то думаю, что, наверное, в приоритете у жителей населенных пунктов наших сел были бы дороги, водоводы, кладбище. Ну, то есть, те вопросы, которые, к счастью, за последние несколько лет в основном в населенных пунктах решены или решаются, и люди видят их решение. Поэтому я могу сказать, что вот проект, который запущен был два года назад, в прошлом и в этом году, действительно изменил приоритеты населения. И мне очень приятно, что в этом году, как никогда, население проголосовало именно за то, чтобы улучшить, отремонтировать, восстановить, модернизировать именно учреждения культуры. Если говорить о количестве заявок, их было около более 55, если быть точным. Поддержаны были 33 проекта в сфере культуры, 33 сельских учреждений культуры, так или иначе, меняют свой облик в рамках этой программы. Три территории, которые мы тоже считаем, что это территория культуры, это сельские поселенческие парки. И еще есть несколько проектов, когда население собирает средства и восстанавливает мемориальные места, связанные или с обелисками, или с памятниками, как, например, в Муловке Меликесского района. Практически новый вид, новая территория появилась у обелиска, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны. Много или мало, это 33 сельских дома культуры, сельских учреждений культуры. Но с учетом того, что мы ежегодно за счет средств областного бюджета поддерживали ремонт 10-15, это в лучшие годы сельских учреждений культуры, то считайте, что эта цифра в 2,5 раза, в 3 раза больше, чем общее количество за последние 5 лет точно. А если взять еще и другие программы, то общее количество учреждений культуры, которые мы сегодня ремонтируем в муниципалитетах, это 60. То есть такой интенсивности, наверное, по восстановлению сельской культуры у нас не было. И это не случайно, потому что именно в 2016 году губернаторам поставлен приоритет, это пятилетка сельской культуры, и на это все направлено. Я соглашусь с Екатериной Владимировной о том, что это уже не команда сверху, это действительно воля людей. И мы видим, когда встречаемся в населенных пунктах, сейчас очень часто бываем, потому что завершаются работы, в 5 учреждениях культуры у нас уже завершены работы, акты выполненных работ, в 30 почти идут ремонтные работы. И мы как, хотя не мы были распорядителями бюджетных средств, распорядителями является Минфин, но так как это наше учреждение культуры, мы контролируем ход работ. Мы видим, что кроме подрядчиков на объектах находится и население. Где-то помогают во время строительных процессов, где-то занимаются благоустройством, где-то, где уже почти готово отмывают окна и двери, и стены, и так далее. То есть на всех этапах, начиная от начала, от инициативы, заканчивая окончательным приведением объекта в нормативное состояние, везде участвует население. И вот эта инициативная группа, они действительно сегодня, ну так скажем, и контролируют, и проверяют, и помогают, и собирают средства, потому что в более чем половины уже полностью средства собраны. И это тоже показатель того, что это было не надумано, не случайно. То есть если люди собрали 200-300 тысяч, а Екатерина Владимировна сказала, как бы небольшую сумму, а есть проекты, которые там на 2 с лишним миллиона, на 2,5 миллиона рублей. И люди собирают действительно больше средств, чем они заявляли, которые требуются по соглашению. И эти деньги уже собраны. То есть еще иногда не все муниципальные деньги пришли в проект, а население уже эти средства собрало. Значит, это действительно, в этом есть потребность. Разные совершенные проекты, где-то только ремонт кровли, где-то только подключение газа, потому что это самое главное. А где-то, например, как Сосновка Корсунского района, это капитальный ремонт выкупленного здания сельского магазина, который вот через несколько дней встретит уже в качестве сельского дома культуры. Там был дом культуры 30-х годов, такая деревянная изба, он совершенно не соответствовал ни пожарным, ни санитарным требованиям. И сейчас новое современное здание, современные материалы, пусть он небольшой, там около 250 квадратных метров, но это будет действительно место, где тепло, красиво, где интересные программы, интересные люди, где уже сейчас, даже вот в процессе подготовки этого объекта, мы видим, уже идет жизнь. Жители там продумывают, как благоустроить территорию, помогают и советам, и делам уже там заготавливают семена и многолетники. То есть это действительно стали проекты, когда население сплачивается вокруг какой-то одной общей идеи. Мы стараемся, объезжая вот эти наши муниципалитеты, всегда записывать мнение людей, размещать в информационных средствах массовой информации именно мнение тех людей, кто инициировал, кто помогал, кто контролирует. И, к сожалению, только в одном. Почему этот проект так поздно как бы вот был запущен, можно было раньше, можно было больше. И когда мы приезжаем в село, где нет таких проектов, и рассказываем о том, что вот, а у вашей соседи сегодня получили то-то, люди уже сейчас, не дожидаясь объявления конкурса на 2017 год, начинают теребить поселенческую власть, сельских администраторов, сельских старост, давайте готовить сметные расчеты на участие в следующем году. То есть я думаю, что не только будет увеличение средств в 2017 году, но и будет увеличение количества поселений, которые будут участвовать в данном проекте. И не могу не сказать, что это не единственный способ и не единственное средство сегодня приведения учреждений культуры в нормативное состояние. Я сказала, что мы ремонтируем одновременно сейчас 6-10 сельских учреждений культуры, 33 из них по программе. То есть получается, половина это народные инициативы, а половина это те проекты, которые инициируют власть, которые инициируют работники культуры, инициируют правительство области, потому что нам это важно, чтобы районные дома культуры, крупные поселенческие учреждения, школы искусств сегодня выглядели достойно и могли выполнять свои функции качественно и профессионально. Поэтому этот проект для нас очень важен. Я думаю, что это будет мощным ресурсом для реализации пятилетки сельской культуры, хотя это не единственный, повторяю, способ решения проблем в нашей отрасли. А давайте попробуем спрогнозировать, как скоро такими темпами в Ульяновской области будут проведены в порядок все сельские объекты культуры. Еще раз повторю, что это не единственный способ приведения учреждений культуры. Больше финансирования, конечно, получают наши учреждения культуры через государственную программу культура. У нас задачи следующие. К концу 2020 года, то есть за пять лет, начиная с 2016 года, 100% сельских учреждений культуры должны быть приведены в нормативное состояние. Мы понимаем, как это можно сделать. Там, где не будет инициативы населения, но там, где есть реальная потребность, и это действительно крупные объекты, такие как, например, районный дом культуры Врадищево, объем вложений требуется около 25 миллионов рублей. Никаких народных инициатив не хватит для того, чтобы такие средства вложить в это учреждение культуры. Поэтому, безусловно, это госпрограмма. Сейчас запущено строительство большого районного дома культуры, где размещается и районная библиотека, и районный музей в рабочем поселке Павловка. Стоимость строительства около 70 миллионов рублей. Никаких народных инициатив не хватит для того, чтобы вернуть церкви здание, где сейчас находится дом культуры, и построить новое. Конечно, это государственная программа культуры. Поэтому, безусловно, из всех источников, мы считаем, что за пять лет мы можем те 25%, а именно так у нас на сегодняшний день выглядит статистика учреждений культуры, которые не соответствуют нормативным требованиям, мы можем отремонтировать и привести нормативное состояние. Спасибо. Мы услышали о мнении членов Кабинета министров. А теперь давайте спросим, что думают о проекте поддержки местных инициатив те чиновники, которые находятся чуть-чуть ближе все-таки к простому народу. И попросим Маргариту Константиновну рассказать о том, как проект местных инициатив восприняли в Ульяновском районе и что в вашем муниципальном образовании удалось с этой помощью сделать. Спасибо огромное. Действительно, проект народной инициативы, он достойен уважения у всего населения, потому что инициатива была принята достаточно очень хорошо нашим населением. Мы, наверное, были в числе первых, которые в прошлом году уже взяли один из объектов, который был принят общенародно на территории одного из наших поселений, именно Ундоровского поселения, эффективно развивающегося, именно ремонт сельского дома культуры. Сельский дом культуры требовал ремонт, это прежде всего актового зала, большого зрительного зала, и в рамках данных народных инициатив в размере порядка 1 миллиона был отремонтирован непосредственно данный зрительный зал. На сегодняшний день он прекрасно выглядит, современный зал удовлетворяет и настроение, и потребности всего населения. В этом году мы приняли активное участие, и 6 проектов были заявлены на конкурс, потому что действительно практически каждый населенный пункт желает принимать участие, активность населения очень высока, и отбор и подготовка документов осуществлялась не только в ходе схода граждан, какую проблему мы будем выдвигать прежде всего, но еще и активно реализуется так называемый проект по социальной сплоченности, где моногруппы в каждом населенном пункте обсуждали ту или иную проблемную ситуацию. И при общем мнении этих моногрупп, потом они уже выходили на общий сход граждан, или общее собрание наших жителей, где обсуждали. Иногда выносилось по 7 и по 8 проблем, но общепризнанными и многочисленными по представлению услуги были признаны вот в этом году, это три учреждения культуры в нашем муниципальном образовании и детско-юношеская спортивная школа. Поэтому, конечно, огромное подспорье и муниципальному образованию, и самим жителям в общей сложности, где-то порядка 8 миллионов в рамках данных инициатив получить поддержку. Радует и само население. Население очень активно в реализации данного проекта. Инициативные группы, вот сегодня уже было сказано, Татьяна Александровна и Екатерина Владимировна о том, что они отслеживают процесс реализации данного проекта. Кто-то оказывает финансовую помощь, кто-то даже в неденежном выражении. Вот вчера мы подводили итоги реализации проекта в Зеленорощинском сельском поселении, где в сельском доме культуры уже на протяжении двух лет не было отоплений. То есть там было электрическое отопление, а переводили на газовое отопление. Теперь данный социальный объект, он будет отапливаться от модульной котельной, которая обслуживает сельский клуб и обслуживает только здание детского сада. Поэтому там будет тепло, там будет уютно. Да, проблемы остаются. И вчера, обсуждая с населением, они говорят о том, что мы хотели бы, чтобы данный проект народной инициативы продолжался, потому что есть идея по дальнейшему усовершенствованию работы данных в учреждении. Заканчивается работа в Тимирязевском сельском клубе, заканчивается работа в Большключиченском сельском клубе. В этих клубах осуществляется ремонт кровли, замена оконных блоков, замена всех дверей. То есть эти здания будут полностью соответствовать нормативам по данным вопросам. Вопрос внутреннего содержания, вопрос внутреннего оснащения, косметический ремонт. Естественно, мы будем предусматривать в муниципальном бюджете средства при формировании бюджета 2017 года. Но и очень хотелось бы, чтобы данный проект продолжал свое существование, потому что идея по продолжению, направленная на внутреннее оснащение данных объектов, она есть. Как таково растет активность не только по социальным объектам, растет активность, встречаясь с населением, и по уличному освещению, растет активность по формированию, например, дорожного покрытия, особенно в новых микрорайонах. Поэтому идея данного проекта, она очень нужна и очень важна. Население абсолютно по-разному относится к сбору средств, и не всегда это просто-напросто. Каждый человек приходит и сдает это определенную сумму, то есть перечисляет на счет. Есть очень хорошая идея, и она хорошо прижилась на территории нашего муниципального образования. Наверное, это в рамках того, что ремонтируется в основном учреждение культуры, проводится благотворительный концерт. То есть коллективы, выступая, они просто-напросто приглашают население, но население понимает, что это реализуется с целью того, чтобы возродить то или иное социальное учреждение, которое на сегодняшний день на селе является крайне необходимым. Поэтому эта форма должна быть признана. Я думаю, что она очень активно применяется на территории нашего района. И вот сейчас, когда уже люди ощутили, поняли значимость, они не ожидают времени, когда будет объявлен новый конкурс. Уже есть практически 10 у нас народных инициатив, 10 народных предложений, которые хотели бы очень, чтобы они вошли в следующий год в конкурс. У нас в этом году не прошли по конкурсу это Ундровское сельское поселение, архитектурное освещение объектов культурного наследия. То есть там непосредственно рассматривался вопрос освещения храма, освещения обелиска. Были соответствующие замечания, потому что не все объекты, которые рассматривались в данном проекте, принадлежат муниципалитету. И в связи с этим они уже сейчас вносят соответствующие поправки. Хотя идея просто замечательная. Это направлено на улучшение архитектурного облика, прежде всего туристической зоны, потому что Ундори, она имеет туристическую привлекательность. Есть также замечательный проект по ремонту Салмановского дома культуры, где большая работа должна быть проведена, и есть соответствующие предложения, уже подготовлены проектно-сметные документации. Есть изменения и предложения по детско-юношеской спортивной школе, потому что в этом году сделано многое. Вчера мы тоже уже провели соответствующий осмотр детско-юношеской спортивной школы. Работа завершена. Работа заключалась в том, что было утепление фасада здания и замена оконных блоков, но в рамках этого это просто активизировало само население. Они приняли участие, вот как уже говорила Татьяна Александровна, о том, что сбор средств населения, от спортивной общественности особенно, был значительно выше. И кроме той работы, которая была в рамках народных инициатив, они дополнительно отремонтировали внутренние помещения, которые предназначены для занятий фитнесом и для занятий в тренажерном зале. Поэтому инициатива и проект очень важен, очень значимый, и мы очень надеемся, что он будет продолжаться. Спасибо. Так, ну, что я могу еще добавить? Два слова только добавлю, так как я все-таки про культурные объекты хотела сказать, что нам важна не только форма, но и содержание. Поэтому почти 40 работников культуры, сельских учреждений культуры прошли школу сельского работника культуры. Два с половиной месяца мы этих людей, которые будут работать вот в этих обновленных учреждениях культуры, прошли такой интенсивный курс повышения квалификации. Здесь, в Ульяновске, с выездом в несколько муниципальных образований. Поэтому я искренне надеюсь, что после открытия наших обновленных учреждений культуры мы увидим не только новые фасады, окна, двери, крыши, но и новые работы учреждений культуры. А к чести опять нашего руководителя региона Сергея Ивановича Морозова могу сказать, что поставлена суперзадача органам местного самоуправления около каждого отремонтированного дома культуры привести в порядок, благоустроить прилегающую территорию. И здесь нам, конечно, помогают программы, инициированные федеральным правительством. Это по приобретению спортивных комплексов, детских площадок. Поэтому сегодня рядом с обновленными социальными учреждениями культуры, будь то школа искусств, будь то дом культуры, будь то спортивная школа, появляются спортивные площадки, появляются детские игровые комплексы. То есть вот эти вот центры притяжения в селе сегодня меняются просто кардинально. Я считаю, что такой комплексный подход, он как раз отвечает требованиям жителей этих населенных пунктов жить в красивых и комфортных условиях. Спасибо. А в заключении нашего разговора не могу не воспользоваться случаем и не задать два вопроса Екатерине Владимировне. И хотя эти вопросы, они касаются темы нашего разговора, но они касаются работы Министерства финансов, а бюджет области, а значит и всех нас. А Екатерина Владимировна, в последнее время вновь участилось муссирование темы роста государственного долга Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста, что с ним, с вот этим государственным долгом, в настоящее время происходит? Ну, вообще я хочу отметить, что рост государственного долга, он произошел вот не вчера и не сегодня, он происходил постепенно, при этом вы знаете, что практически у нас к 2007 году госдолг составлял около 60 миллионов, то есть практически его не было. Но в связи с тем, что были кризисные ситуации в 2008 году, в 2009 году, когда резко были снижены темпы роста по доходам, и когда полностью поменялись подходы с федерального бюджета, и вместо федеральной помощи, представление федеральной помощи, в основном стало представляться в виде кредитов, вот это, конечно, сыграло свою роль. И на сегодняшний день у нас 7,5 миллиардов, это то, что мы получали кредиты из федерального бюджета на конкретные, конечно, цели, которые тоже необходимы, это и ремонт моста, это мы получали средства и по засухе, но получали в виде бюджетных кредитов, не в виде такой вот целевой помощи в рамках государственных программ, а в виде бюджетных кредитов. И это тоже легло бременем на рост государственного долга. Это, конечно же, указы президента, миллиард 600 у нас только было предоставлено бюджетных кредитов на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Да, помощь оказывалась, но она опять-таки оказывалась в виде бюджетных кредитов. И нужно сказать, что постепенно, вот как бы с 2008 года пошел вот такой непосредственно рост государственного долга. При этом, конечно же, на сегодняшний день принимаются все меры как субъектам, так и на федеральном уровне для того, чтобы этот госдолг приостановить. Прежде всего, конечно, одним из решений на федеральном уровне происходит оказание финансовой помощи в виде замены коммерческих кредитов бюджетными кредитами. Мы на сегодняшний день 3,7 миллиарда получили бюджетных кредитов на замену коммерческих кредитов. Это смогло нам сэкономить 150 миллионов на обслуживание государственного долга. И, кроме того, конечно, хотелось бы отметить, что и самим субъектом нами принимаются все меры для того, чтобы снизить государственный долг. И при принятии бюджета дефицит был принят в размере 5%, то есть это наименьший дефицит, который есть на сегодняшний день. Да, миллиард 648 рублей у нас дефицит на сегодняшний день. Для того, чтобы мы выполнили и условия соглашения с Министерством финансов, для того, чтобы мы, в общем-то, тоже смогли принять определенные меры по снижению государственного долга. Мы работаем со всеми коммерческими банками, мы заключаем дополнительные соглашения о снижении процентной ставки на сегодняшний день, что также дает определенную роль на экономии на обслуживании государственного долга. Мы работаем и с краткосрочными бюджетными кредитами с федеральным казначейством, то есть на сегодняшний день субъектам дается такая возможность брать краткосрочный кредит буквально в течение двух месяцев, то есть на два месяца, когда возникает кассовый разрыв, мы берем казначейский кредит и, соответственно, это тоже и экономит, так как он, в общем-то, беспроцентный на сегодняшний день, нужно сказать, мы экономим значительные средства на обслуживании государственного долга. В целом у нас выработана определенная долговая политика до 2020 года, мы надеемся, что мы... на сегодняшний день у нас 78% составляет кредит в общей сумме налоговых и неналоговых доходов. Мы стараемся постепенно снижать и прийти к 50% соотношению, и надеюсь, что если еще будет оказана определенная и федеральная помощь, то возможно снизить также государственный долг к той отметке, которая была у нас в 2007 году. Я думаю, что вот совместными усилиями и областного правительства, и, конечно, федерального центра сейчас уделяется большое внимание стороны правительства Российской Федерации о закредитованности субъектов. Я думаю, что этот вопрос будет решен. Тем более, что, конечно, у нас по ПФО есть субъекты, это и Мордовия, которая имеет на сегодняшний день 180% к налоговым и неналоговым доходам. Вот у нас 78, да, у нас пока на безопасном уровне. И МРИЭЛ уже 110%. То есть есть субъекты, которые уже превысили 100% своих налоговых и неналоговых доходов. Но мы не стремимся однозначно, мы стремимся только к снижению государственного долга. И я думаю, что мы постараемся... Хорошо, Екатерина Владимировна. И совсем, а уже последний вопрос, а как идет работа над областным бюджетом следующего года? Работа у нас практически подходит уже к завершению. На сегодняшний день у нас полностью основные параметры рассмотрены, утверждены и по доходам, и по расходам. Сейчас ведется работа с главными распределителями бюджетных средств непосредственно. И в сентябре месяце, как обычно, мы уже до 30 сентября должны вынести бюджет на правительство и до 10 октября представить бюджет в законодательное собрание. Так как вы знаете, что у нас бюджет еще является и программным бюджетом, то сейчас большая работа ведется главными распределителями бюджетных средств в рамках государственных программ. И так как уже параметры до главных распределителей доведены, им ничего не мешает на сегодняшний день уже утвердить свои государственные программы для того, чтобы войти уже перед законодательным собранием с готовыми государственными программами до 2020 года. В основном мы сейчас формируем госпрограммы до 2020 года для того, чтобы видеть перспективу, для того, чтобы видеть стратегию развития в целом. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Спасибо большое всем.